друзья все приветствую приехал на свою загрузку дома то есть сын луисе опася та дорога закрыта 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 на эта дорога закрыта а мы хотели сюда проехать в общем там разгружается мужичок я не знаю чем он загружен то ли зерном то ли еще что-то вот те две бочки видите наверху но не вниз до земли и они его занимает еще где-то часа полтора разгрузится там специально такая штучка надует в его бочку из бочки выходит материал а нам загрузить на доехать объехать по этой дороге но к сожалению она закрыта эта дорога ну ладно сейчас вернусь назад посмотрим сейчас все будем делать создать полтора часа надо будет а его объехать невозможно что есть то есть правильно как бы это невелика потеря во времени или в чем-либо я дома так сказать неудобно дорогой рулить и снимать поэтому сейчас обратно на переднюю часть здания подъеду сейчас поговорим с этим мужичком решим чего делать представьте какое поле воды снимает эта крыша они тут наделали кучу этих желобков водоотстока смотрите сколько вся стена в этих гатор и по-английски гатор и целую канализацию провели сделали чтобы вода стекала не размыло здание целую реку можно сделать во время дождя в общем вон они ворота ребята с той стороны был где снимал сейчас мужичок пошел туда сейчас узнает если там ворота можно открыть то он откроет и вот эта дорога жюк 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 и сюда сложно не очень возможно вполне единственное что этот поворот смотрю будет немножко неудобно чтоб просто бампером не цепануться вот эту горочку повороте чтобы не цепануться дубль 2 господа вот видите а здесь спереди подъезжал для своих ал обратно вот этот заезд я буду пробовать заезжать гейт вроде открыли это софа не ну смешно ребята то что окольными путями добираемся до загрузки все возможное делаем лишь бы закрасить это прикол с по веточкам чувствую здесь с правой стороны знаете как с серпом по сердцу у ветки не страшно то это полируется легко но неприятно но надо делать работу правильно сделал красивый трак до обидно немного но это работящая лошадка бизончик должен работать и не бояться веток не первый раз так сказать крыша конечно все таки серьезно такое поле они еще и здесь сделали дренажную систему так серьезненько все чуть левее возьмем ладно не буду снимать сейчас поворот будет не очень удобный поэтому постараюсь завернуть чтобы не цепануться этого кардрейла ограждения может быть даже придется и цепануть там такой очень резкий поворот и в обочине почти нет но я буду вы видели да тут здесь кусты все такое что не буду по кустам перейти же тоже беспредел вы так ну что грузим такой вот этот бернер то есть это печка это печка ну не тарпа не надо ничего пошло 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 делаем перфект перфект я еп экселант а екселант бьюти фул перфект я етс гэд но и тсс гэд Все Первый груз готов Сейчас они досочки покидают Сейчас второй будем грузить Второй вот та вот штучка Только как цеплять его Вот ребята, работа прикольная Думай и гадай сам Как его цеплять Ни проушин нету, ничего нет Ну здесь Нет, здесь металл тоненький, нельзя за это А, здесь вот за уголок Можно будет видеть, здесь уголок мощный Здесь за уголок зацеплю А здесь Скорее всего за самый верх придется цеплять И цепь вниз Сейчас зацеплю, покажу вам как я придумал Так, друзья Какая проблема у нас вышла Проблема в том, что он слишком высокий Я 13,10 А положено 13,6 Просто в цифрах Сейчас опустим ее полностью на Платформу Без вот этих вот Блочков То есть уже большие блочки вот те убрали Сейчас маленькие подложили Для того, чтобы вилы вытащить И потом они за краешки вот эти вот поднимут С одной стороны за краешек С другой стороны за краешек И полностью поставят его на дек Как только они его поставят на дек Все А Смело можно ехать и не переживать Так что сейчас потихонечку занимаются этим делом Все Сейчас белый вытащит Идеально Посадили на брюхо И все готово Четенько Сейчас вот ту штучку еще загрузят беленькую И я могу ехать Все, загрузился Покидаю Эти пенаты Смотрите, сейчас я вам покажу В чем была проблема Вот здесь вот здесь Едет UPS строчок Коричневый Вот прям вот 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 тут прям стоял Бочка стояла И закачивалась в ту ерунду Зерно там или не знаю что А здесь видите Такой вот огромный бомб Я не мог проехать через этот бомб Видите Я бы и траком сел И прицепом сел И всем на свете сел Только вот сюда А здесь стоял трак И я не мог проехать Поэтому объезжал вокруг А так вот здесь вокруг Объехал сейчас Этот бомб И все Все четенько Сейчас еду домой У нас как раз обед Обедаю И в рейс Все За это Пообедал Закидал вещи Красотец подъехал Он до вечера будет здесь Так что Погнали В рейс Он на Чикаго идет А я на Кливле Нам не по пути И ему ехать тут буквально Четыре с половиной часа Поэтому он до вечера Побудет дома Сейчас обед только И вечерком поедет Ребят Еще не успел уехать Из Сент-Луиса даже Смотрите Как у меня вылазит груз Видите То есть как оверсайд Почему Не знаю Видимо потому что Пока строп не выровняется По центру Одинаково с двух сторон Он будет осчитывать груз В ту сторону Я его затягиваю Он уползает Затягиваю Уползает Сейчас что я хочу сделать Я хочу сейчас снизу Зацепить Здесь есть такая Губа такая мощная Сейчас зацеплю сюда И туда Два этих Две трещотки И просто натяну его В эту сторону Чтоб он держался И потом его затяну С тропами По другому Я не знаю Что мне сделать Потому что он постоянно ползает И там получается Как оверсайд Сейчас мне надо будет Его подтянуть сюда Но он не сильно тяжелый Я сейчас Трещоточкой зацеплю Дыг-дыг-дыг-дыг Подтяну Только что С отцом Как раз я Когда встретился Езжал Подтянули Все сделали И вот опять Это четко Все Держится Все классно Там я сверху Сделал Стропы Здесь снизу С двух сторон Видите И там еще Одна Вон на цепь То есть просто За верх Зацепил И прямо вниз И они держатся Ух Ничем не оторвать Ладно Прямо встал На обочине Ну здесь Выездная Выездная дорога Видите То есть она Заканчивается Эта линия Машины Раньше уходят Сейчас беру Трещоточку И буду Пробовать Подтягивать Все смотрите Я сюда сделал Он как бы Кверху тянет Но это не важно Главное что он Вытягивает ее Она не едет туда Все Стропы сели Наглухо И одну сюда Зацепил За низ Вот так И тянет сюда Чтобы вниз Тянуло Там стропу Поставил Как бы Это нормально Ну все Все Натянулось Надеюсь Можно насладиться Дорогой Погнали Дорогой 100 миль Первая остановка Ребят Проверка Все держится Все четко Все проверил Я не на помпе стою Не ругайте меня Здесь между помпами Есть такой заезд Как бы место есть Авиационосом Суешься И все Главное Стоп не смочить Это он стоял На таймере Турбинка Охлаждалась Иду Свою любимое Кофе Латте Донки Дональдс Покупаю И будем гнать дальше Кофеко Свою любимое Латешка Есть Конфетки Мои любимые Хершес Взял еще Дал попробовать Не знаю Посмотрим Люблю такое дело Смотрите Какого красавца Я встретил Это Роланд Транспортейшн Помните Этот трак Я снимал Снимал В этом На Трак-шоу Я Спичлась Просто Спичлась У меня нет слов Я настолько Балдею от этого трака Ребят Это нечто Просто красавец Обалдеть Я выскочил Потому что ему уезжать Надо было Я как бы Слишком близко стал Хоть бы он В мою сторону Поехал А Сейчас посмотрим В какую сторону Он поедет Я что-то его даже В зеркале не вижу Он пропустил Там А вон он стоит Ага Выезжает Сейчас посмотрим Если в мою сторону Едет То я его засниму Полюбасу Пацаны Вот облом Ребята Он оказывается На бензоправку Переехал То есть Ну Чисто на помпу Заправляться Да Знал бы я Что он туда Переезжает Ха-ха Я бы его заснял Красавчика Ну Что есть То есть Уже Видите Ссылочку Наверху На это Видео Кому интересно Можете посмотреть Как я снимал На трак-шоу 2018 году Если я не ошибаюсь Митамерикан трак-шоу Вот Здесь Сейчас На экране Выскочит Такая штучка Нажмете на нее И посмотрите это видео Кому интересно Конечно Но это Это просто Произведение искусства 325 У него база Там На-на-на-на-на Ля-ля Ля-ля Ребята Это не передать Это только Наверное Больные люди Как я Понимают Насколько Это красивый трак Ну а мы Прям дальше Народ Смотрите Мужик тащит трубу Я извиняюсь За свою За свой душ Который мешает Вам все время Просмотра Ну Куда ж без душа Вы же понимаете Ракисты Люди чистые Надо купаться Смотрите Смотрите как он Трубу загрузил Видали Вот он Профессиональчик Очень круто Я стремнулся Так ехать Буквально Ладошка От Спальника Я в Индиане Уже вечер А путь еще Дальний Дальний Но Две недели Дома побыл Поэтому Ох Дорога Реальное наслаждение Просто хочется Ехать 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 И продолжать ехать Сейчас темнеет Начнется темнота И под покровом Ночи Можно будет Классно валить Машин мало Дорога чистая И просто Валишь 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 И валишь Так Впереди Авария Ребят В пробке Стою Уже Где-то Ну скажем Полчаса Может быть Минут сорок Весь Фривейс Гоняет В одну линию Здесь также Дальше будет Стройка Насколько я помню Неужели Авария Где-то На стройке Произошла Ну сейчас Подъеду Посмотрю Время Тикает А мили Не накручиваются На кардан Так что Надеюсь Что после Вот этих Ребяток Мигающих Погоним Полную Сину Сегодня Еще надо Проехать 500 Километров Потому что На этот груз У меня Аппоитмент Я так понимаю Аппоитмент На кран Потому что У них Наверное Нету Нечем Разгружать И поэтому Они заказали Кран Так что Я назначал Аппоитмент Говорил В 9 утра Буду на месте Поэтому Теперь моя задача Всеми путями Добраться до разгрузки До 9 утра Время Еще 12 часов Так что Это достаточно Чтобы Доехать И нормально Выспаться Итак Фуры Замешанные В аварии Кто-то В кого-то Въехал Я удивляюсь Там И удары Столько Устроили Перекрытие Хайвея Просто Жесть Ну полетели Нью Парис Новый Париж Вы уже все знаете Это мой любимый Тракстап В этой Эре Всегда сюда Заезжаю Даже если Мне ничего Не надо Просто Посмотреть Часто Бывают Красавцы Здесь И Как всегда Я не ошибся Смотрите Серенький Какой Красивый Стоит Айяяяя Ляя Но мне все На заправляться Надо Так что Я как раз Зоехал Не зря И дедулька За рулем Ну Прелесть Мужек Тебе респект У тебя Трак Красавчик пацаны это 2015 года глайдер кит мужик вообще такой просто стоял с ним полчаса разговаривал такой классный у него с он и у сына вместе ездит у них два одинаковых глайдера красавица 700000 миль уже на нем пробег прохладно все я заправился иду кофе беру и еду мне ехать просто надо ребят дайте проверю груз не проверял груз надо убедиться что все цепи все на месте и буду гнать но так приятно пообщаться с человеком который болеет своей работой которому очень нравится шикарно все колеса все на месте грузовики на месте лампочки все горят все отлично полетели так ребята помните несколько недель назад я снимал видео я говорил что-то красавчик только прицепы неправильные вот это или он или похож того drive-in просто был красивый так все я заправился кофе кофе взял все еще один красавчик подъехал или погнали дальше ночная езда а папа 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 ребятки кто-то горит и горит конкретно ох как конкретно там полыхает беда 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 надеюсь все живы и здоровы только вот выехал вот кофе взял показывал вам а куда ты едешь мужик все уходим налево ребятки ходим направо налево куда мы уходим и не понимаю тот направо прется этого поворотник или аварийка включена тоже непонятно сейчас подъеду покажу покажу вам в чем дело стекло грязно извиняйте друзья на не до него сейчас я честно скажу как плохо видно далеке или тушат не не тушат какая-то машина стоит с мигалками на это не полиция потому что это ставит что той выход а то с ростерии вывез таки похоже как скоро или что-то вроде пламя притухло чем мы стоим друзья давайте 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 поехали подробнее пожарочка подтянулась что шоу не увидим хочу акцентировать для вас ребят по поводу насколько водители дальнобойщики важны вот пробка просто раз и пробка на дороге посмотрите видите машины много машин а теперь в зеркало посмотрите что ж у меня все стекла так грязные смотрите в зеркало сколько вы видите машин я лично вижу одну остальное все траки фуры 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 вот так то вот скоро заполонят полностью все посмотрите там на той стороне идут поток машин с той стороны идет пять фур одна машина две машины пять фур опять две фуры три фуры четыре фуры четыре фуры пять фур еще ни одной машины нету так еще подтягивается эти пожарки он проехать не может и я не могу никуда деться я уже впритык ребят с удовольствием но некуда мне протянуть извиняйте дорогие мои извиняйте я уже на всю прижался сколько смог на такие пироги ну что всего-то час спустя что там всего-то час а запыханный пошел сидел сидел думаю ну сколько можно пойду погляжу чё там и насколько там ложиться спать на дороге или нет ну вот вот дошел где-то сюда вот наверное может чуть дальше смотрю спереди трак тронулся только стою секунду смотрю второй тронулся думаю о-о-о разворачиваюсь как дал газу назад запыхался малюха сейчас посмотрим что здесь от чего здесь такой сэрбор был и самое важное почему мы все стояли пожар был на обочине там почему всех здесь держали вот это мне непонятно поэтому сейчас я думаю будет развязка видно понятно так трак ух ты да ты все вот почему видите сюда повываливалась что-то ну просто загорелся груз у трака опять непонятно почему линия была открыта полностью почему нас не пустили сразу час целый потерял ну теперь валите 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 приеду мама родная приеду в 4 утра на место да там потерял на этой ну на другом на другой аварии потерял в районе часа и здесь час два часа просто на ровном месте бывает побочный эффект нашей работы похоже я один который двигается в сторону клевленда они что-то вдали там просвечиваются задние фонари на чтение 1 время уже 3 часа ночи местная мое домашнее 2 часа ночи 2.17 осталось еще в районе часа может чуть чуть меньше минут 45 ехать и я на месте неинтересно так смотрите ребята проезжаем клевленд Огайя да стекло грязное извиняйте но я не остановился ни мылова смотрю стрим деде Паши у нас паша молодец там некоторым чудикам мозги управляет прикольно на настроение такое прям веселое смотришь его и улыбаешься сейчас конечно политика идет бурная очень бурная я думаю на эту тему тоже видео запилить не саму политику а о власти так сказать но это отдельное видео все мне тут осталось ехать уже буквально минут 20 я на месте как бы я в сам город приехал и теперь чуть чуть за город надо выехать и там будет эта конторка я так почитал отзывы вроде там парковка есть чтобы ночь переночевать так что я еду сразу на место даже если вдруг там ничего не будет я развернусь и пойду какое-нибудь другое место искать парковку потому что здесь все равно нигде парковок нету так что у меня по сути выбора тоже нет останавливаться где-то далеко ложиться спать потом сложно будет рано утром подорваться еще ехать как бы это реально сложно поэтому я хочу быть на разгрузке утром встал максимальное количество времени поспал встал сразу разгружаешься и надо еще ехать париться и все такое здесь поворот сейчас будет такой резкий так давненько я тут уже не ездил видите знак 30 миль в час поворот будет 50 км ну что господа езжу езжу объезжаю здесь повсюду то мост низкий то еще что то в общем в общем выбрался на главную дорогу на которой находится компания везет мне последнее время по таким районам ездить где все забито заброшено я в том видео я в том видео сказал что черные как бы нормальные есть ну есть где то места да где плохие черные живут а это было есть и будет вот но люди как то восприняли это что мол или все черные плохие или только хорошие или что то я не понимаю реакцию но не важно я сейчас скажу так я попал в неблагополучный район это будет правильнее выразиться то есть район которым криминальность повышенная много заброшенного понимаете неспокойный район так сказать посмотрите все так пусто мрачно неблагополучный район но как я уже говорил компания здесь находится прям с этой дороги и на ней в компании есть парковка где можно переночевать там будет безопасно и будет все нормально так что я за это не парюсь и чувствую себя абсолютно нормально но сейчас уже заеду на парковку и вам сниму ее вот тут кеша такой красавчик стоит все господа я запарковался действительно отзывы не обманули смотрите еще раз два три четыре пять траков еще может стать то есть парковки валом еще и сюда можно запарковаться заходить шикарно я уже включил вабасту прогреваю ее на улице плюс десять градусов тепла самое то хотя я скажу что у меня одеяло теплое мне даже и вабаста не нужна будет ну пусть поработает посмотрим так что время 4 утра ложусь отдыхать как раз классно пять часиков посплю и утром разгрузка как разгружусь сразу буду искать груз куда-то ехать далее конструкция вся моя держится все отлично больше ничего не сдвинулась никуда пожалуйста единственное что здесь тоже блок был деревянный а не он вон он но он все равно провалился куда-то если такого пошатать видите он вон там блок сразу выскочил почему-то она как-то криво стоит или я не знаю в чем куча всякой этой неровности сейчас сниму эти цепи все подготовлю чуть-чуть чтобы завтра побыстрее раз-раз раскидался пошел вот вроде все лампочки горят вот эта лампочка почему-то плохо горит ага ну к зиме начинается опять чудеса проводки ага вот здесь провод отходит но это не сильно страшное дело завтра надо будет днем проверить а так все нормально все работает все колеса на месте этот мужик запущенный заведенный будет всю ночь тарафтеть а хочется так в тишине и спокойствии поспать может быть я сейчас перепаркую сюда но здесь видите немножко наклон и когда спать ложишься то будет кровать кривая ладно ничего страшного все спокойной ночи увидимся завтра утром ну вот и утро вольво грузится на стол сейчас сделала звоночек узнает что там с разгрузкой нужно здесь здание заходить запрещено вот так в документах написано так что сейчас узнаем чё к чему да как 9.55 час спустя после звонка даю дверь запустил бизона прогреваем тут буквально чуть-чуть так проехать туда и где-то там так номер 6 будет пока посидел груза поискал чайку попил ничего не нашел ну так груза есть можно что-то выбрать не спешил брать потому что надо убедиться что разгрузят вовремя потому что читал ревью люди теряли здесь по полдня из-за разгрузки поэтому теперь можно смело груз брать так ребята ну что доброе утро как говорится утра доброго не бывает видите вот тут столб и возле столба такая куча асфальта назад сдавал ну везде идеальная обочина ну вот кусочек насыпали а не асфальта я назад сдавал чуть не вписался думаю вперед туда опять тянуть назад делать угол другой чуть-чуть вперед думаю подам чуть-чуть подал и вуаля бампера загнута это дребезжит номер надо его это поменять крепление его как-то согнуло до крепления и подровнял его оно видимо попало в баланс какой-то но не важно в общем видите загнуло бампер ну это не первый и не последний раз так что не надо печалиться вся жизнь впереди надейся и жди а меня загнали в такой классный ангарчик все я уже раскидался цепи свои все готово сейчас они быстренько скидывают всю свою дребеденьку а он уже снял это красавчик мужик молодец а я пришел следить туда что к чему и выезжаю все вот моя первая первая разгрузка готова и это сейчас чуть-чуть оборотиков приподниму ему граммулечку и это у нас получается начало рейса ребят начало то есть это первый первый рейс в этой неделе даже в этом месяце в сентябре нет врует октябрь в октябре да такие вот дела ну вот видите сейчас я вам покажу как это делается все трансформация бампера 5 секунд вот ангард рейл здесь у них на парковке сейчас он исправит всю эту проблему наблюдайте дело идет боюсь с горд рейл оторву надо было мне чуть-чуть ближе вот сюда вот подъехать видите где болты а там он начинает выгинать видимо он настолько слабенький что бампер вот машина ребята это не пластиковая какая-то драндулетка а бампер просто отрывает защита которая рассчитана чтобы машину не улетела в кувет представьте вот так то вот сейчас чуть-чуть назад сдам и сюда ближе к желтой линии так подъеду чтобы быть напротив болтика вот этого вот столбика то есть хотя здесь да братва здесь вокруг столба обмотаюсь на всякий оторву этот гордрел с корнем там тоже болт вырваны я знаю почему бы сдают назад бампером цепляется за него потом отъезжает и рвут его это не страшно сейчас отцеплюсь перееду как струнка думаю все таки молоточком чуть-чуть там уголочки стукнуть сейчас пойду возьму бревнышко и кувалдочку только чпок и все вот и все вот чем классика хороша смотрите тоже здесь зазорчик как был стал можно чуть-чуть еще подтянуть и граммульку еще стукнуть но лучше вот сюда вот потом кратить вот видите и все станет на свои места как я уже говорил так бампер гнул я заехал под ластинг плейтом там у меня такая вмятина нагретое я заехал и провалилась левое колесо в яму на бездорожье и там камень здоровый зацепился камень назад начал сдавать вперед невозможно было ехать там все сел назад начал сдавать зацепил камнем вот так просто вырвал он вот так вот знаете так вот надулся так вот и вырвало его ничего я его разобрал баб катей бревном нажал надавил нагрел чуть постучал кто скажет что он был мятый а хром только помой тряпочкой будет як новый в общем такая мелочь ребят как уже говорил 10 раз повторюсь не первый раз они последний гну так что все это мелочи жизни сейчас уже чуть-чуть еще натянув лакра там по дэнкрачу ту мятинку выровню все и он будет как и был так что народ значит разгрузка идет полным ходом но меня внутри не пускают то есть ты пришел снялся цепи все подготовил свалил они начинают работать тебя не должно быть рядом с прицепом рядом страхом должен быть на улице вот такие места я ненавижу больше всего потому что драйверы на водители считают как я не знаю не буду выражаться никаких выражений говорить не буду но сами понимаете за кого не считают потому что на дверях написано водителям большие такие стопы кром нарисованы стоп водителям заходить запрещено то есть нормальным людям можно мы водители это такой отстой который даже не пускает здание такие вот пироги я по таким местам езжу нереально крайне редко то есть за свою карьеру на открытом прицепе я в таких местах был может быть раза четыре это даже с коностока я был больше времени там чем с лобоем на раза два был всего да это раз приезжал забирать груз на риферской станции ну да где рифера разгружается просто потом притащил эту бандурина было забрать это тоже не пускали а так в основном везде пускают вот так вот относится к водилам не везде но есть такие места и нет желания потом ехать такие места ввести груз допустим я стоял на парковке там ни туалета нет ничего я утро проснулся минут туалет сходить надо умыться понимаете я не могу потому что все закрыто ну какой-то водителям запрещено заходить и ты как нормально белый человек паришь в кусты как-то так 21 век америка united states of america не ну нет идеального мира вы все прекрасно понимаете не буду много болтать демагогить жду свою разгрузку как только не снимают эту печечку я сразу выезжаю становлюсь обратно парковку уже буду дальше искать груз у меня два стропа еще раз смотать и не стал там сматывать просто не хочу время тянуть их пусть они разгрузят я уже потом разберусь со всеми делами так то вот так там все